Дорогие друзья, дорогой польский народ, братья и сестры. Уже 83 года отделяют нас от того утра, которое поставило Европу и мир на грань гибели. 1 сентября 1939 года. Около 4 утра польский город Велюн подвергся страшной бомбардировке. Нацистская Германия пошла войной против всех свободных наций, начав с Польши. И не будет такого поколения украинцев, поляков, всех европейцев или людей в целом, которые забудут, что принес нацизм, и за что были привлечены к ответственности нацистские палачи. Люди верили, что удастся избежать повторения тех страшных преступлений и той жестокой войны. Но снова было такое же утро. Только уже 24 февраля 2022 года, когда бомбы и ракеты ударили по мирным городам. Вновь идеология ненависти пытается захватить пространство в Европе путем массовых убийств и террора. Повторяется Велюнь. В Харькове, Николаеве, городах Донбасса, в Мариуполе. Повторились сожженные города и села. Повторилась Катынь в Еленовке. Повторилась депортация. Но есть то, что не повторилось. Никто не заключал преступных пактов с ненавистью. И с первой минуты войны мы получаем реальную помощь от настоящих друзей и братьев, которые стали нашим мощным тылом и делают все, чтобы помочь нам одержать победу. Мы сделаем все, чтобы украинцы, поляки и все народы Европы жили свободно. Чтобы каждое поколение наших народов, всех европейцев и людей вообще помнило, что принес расшизм и за что будут наказаны палачи. Мы сделаем все, чтобы утро 1 сентября, утро 22 июня и утро 24 февраля не повторялись. Никогда снова. Мы сделаем все, чтобы ненависть окончательно проиграла. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, дорогой Анжи, за руководство. Слава Польше. Слава Украине. Вечная память всем безвинно погибшим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...